В этом сезоне Александр Головин был лучшим в Монако и одним из лучших во всем чемпионате Франции. Восьмой по ключевым передачам и ассистам в Лиге 1, второй по передачам в штрафную и проникающим пасам, третий по средней оценке от Хускорт. Этот статистический портал включил Головина в символическую сборную сезона, а авторитетный элли-экип в символическую команду 2023 года. Александр отвечает в Монако за креатив, ему предоставлено право рисковать, обострять, право на ошибку. Игра Моногаска впереди строится во многом вокруг российского полузащитника. Саня круто прокачался за 6 лет в Европе, стал одним из лучших во Франции и помог Монако напрямую попасть в Лигу чемпионов впервые с 2018 года. Наконец-то снова посмотрим на российского игрока в матчах главного Еврокубка. Друзья, в этот уикенд завершается Евросезон. Остаются финал Лиги чемпионов и фонбет Кубка России, где встретятся Балтика и Зенит. Все. Так что пришло время расставлять по местам героев нашего традиционного итогового рейтинга главных игроков уходящего сезона. Это топ-10 лучших футболистов 23-24. И перед началом чуть подробнее про финал ЛЧ. Ведь вот в субботу мы узнаем победителя турнира. Анчелотти может выиграть у Шастова уже в пятый раз. Венисиус и Биллингем благодаря победе увеличат свои шансы на золотой мяч, а Кросс пополнит коллекцию трофеев перед завершением карьеры. Однако Баруси тоже не собирается уступать. Все-таки этот финал – последний шанс для Ройса завоевать крупный трофей. Да и Забицер, Санчо, Хумелес и Кобель явно будут против победы сливочных. Узнать, что сильнее – Магия Реала или характер команды Терзича – можно будет на Кинопоиске по подписке Яндекс+. Причем в отличном качестве и с любого гаджета. Просто запустите приложение сервиса и смотрите финал Лиги Чемпионов на Кинопоиске в эфире Матч ТВ. Кстати, кроме футбола на Кинопоиске доступны трансляции по другим видам спорта. Новинки российского и мирового кино, а также крутейшие фильмы и сериалы. А по промокоду FINAL2024 новые пользователи могут получить первые 45 дней Яндекс.Плюса бесплатно. Переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь. А сейчас к нашему топу. На 10-м месте объединим двух форвардов из числа топ-5 бомбардиров АПЛ этого сезона. Это Александр Исак, третий с 21-м голом, и Оль Уоткинс, четвертый с 19-ю, а без учета пенальти второй в премьер-лиге после Холланда. Если заглянуть в чарты ассистентов, то Уоткинс лучше не только в АПЛ, но и в топ-5 лиг Европы. Хотя выходил этот универсальный нападающий в сезоне 23-24 исключительно в центре нападения. И все равно столько нараздавал. Красавчик. Прежде рекорд Уоткинса по ассистам в премьер-лиге равнялся 6-ти голевым. Сейчас 13. Вот что значит подтянул тот или иной аспект своей игры. Что же касается других качеств Уолли, он хорошо выбирает позицию в штрафной. Грамотно открывается под навесы, достаточно прыгучий, у него хороший тайминг прыжка. За счет этого при средних для центра напоростовых данных, 180 сантиметров, хорошо играет на втором этаже. 10 из 27 своих голов в этом сезоне во всех турнирах Уоткинс положил головой. Лучший сезон Уолли совпал с историческим сезоном Астон-Виллы. И можно сказать, что здесь прямая причинно-следственная связь. Бирмингемцы с четвертым бомбардиром премьер-лиги в своем составе вышли в главный Еврокубок впервые за 41 год. Ну а сам Уоткинс попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро. 24-летний Исак тоже провел лучший сезон в карьере. И по ожидаемым голам, и по реальным, и еще по ряду параметров. Швед при росте 192 сантиметра, быстрый и подвижный нападающий. Совсем не девятка столб, а реально мобильный. Часто оказывается далеко от чужих ворот при розыгрыше. Много врывается в штрафную на скорости с мячом. В этом сезоне стал сильно больше обводить соперников. Команда старается максимизировать его удачную игру один в один. В сентябре Исак забил победный в игре на Кубок Лиги против Монсити. Это был первый выигрыш Ньюкасла у горожан за 11 поединков. А в апреле за 4 тура до конца Александр побил рекорд Ибрагимовича, который до этого забил больше всех из шведов в одном сезоне АПЛ. Пока у нас Исак с Уоткинсом, несмотря на классные достижения в самой престижной лиге мира, размещены в самом низу топа. Так решили, потому что игра, соответственно, Ньюкасла и Астон Виллы была сильно заточена под этих игроков. Им были созданы благоприятные условия, и они со своими функциями отлично справились. Но пока нет уверенности, что в топ-клубах эти парни будут играть такую же значимую роль. 9. Лаутара Мартинес Еще не могу не сказать пару теплых слов про Генриха Мхитаряна. Ветерана в чемпионском Интере просто некем было заменить. Настолько уникальный у него набор стилов. И физически Армянин оказался в полном порядке. Так что у Инзади не было необходимости его ротировать. Более 90% игр в старте у 35-летнего динамичного полузащитника. Это вау! Но лидером этого Интера все-таки является Лаутара. На самом деле аргентинец провел неровный сезон. Отличная первая половина, достаточно слабая вторая. Один гол в 11 последних турах. Но к тому времени уже многое было решено. Бомбардирская гонка выиграна форвардом Интера с отрывом. Да и по гол плюс пас Лаутара лучший. У Нарадзури был мощнейший старт. Пять побед подряд, а из восьми голов команды в первых трех турах пять на счету Лаутара. 30 сентября он вышел на историческую замену. Появился на поле на 55-й и успел сделать покер. Никогда прежде Сабы в истории серии А 4 в одной игре не забивали. В феврале аргентинец достиг отметки в 100 голов за карьеру в итальянском высшем дивизионе. А еще улучшил собственный рекорд по мячам за сезон. Если не брать весенние месяцы, про игру Мартинеса можно сказать много чего положительного. Форвард показал рекордную для себя результативность. Плюс 4 гола относительно модели XG. Для сравнения, два года назад было минус 4 по модели XG. Тогда боролись за чемпионство. Не хватило как раз инстинкта убийцы у аргентинского нападающего. На два очка финишировали позади Милана. Лаутара очень вовлечен в игру команды. У него хорошая концентрация. Он хищник без мяча. Интер не машина прессинга, но команда классно реагирует, если соперник допускает ошибку. И Лаутара в этом деле номер один. Он никогда не выключается, отрабатывает до конца каждый эпизод. Набрасывается, цепляется. А получив мяч, может и отлично пробить, и поделиться с партнером. Вообще, не жадный бомбардир. Добавить бы еще в стабильности и точно будет в числе лучших в мире. Напоминаю, что для удобства недавно мы собрали все наши проекты на одном сайте – мяч.про. Там же представлено расписание выхода роликов, о котором многие из вас спросили. Ну и все лучшие акции от наших партнеров, в том числе из фона, тоже ищите на мяч.про. Заглядывайте на сайт, ссылка внизу. А на восьмую позицию поставим тройку самых крутых, на наш взгляд, центральных защитников прошедшего сезона. Это Вирджил Ван Дейк, Вильям Салиба и Антонио Рюдигер. Еще упомяну Кристиана Ромеро, который провел хороший сезон за Тоттенхен. Если продолжат в том же духе, ждем в аналогичном рейтинге мяча через год. А сейчас про троих топчиков. Ван Дейк вернул былую суперформу. Опять его практически невозможно обвести. У него лучший процент выигранных верховых единоборств в АПЛ. Голландец продвигает мяч с топовыми показателями. У Вирджила не было равноценного напарника по центру обороны весь год. Парни то травмировались, то набирали форму. А Ван Дейк все это время оставался оплотом надежности. Особо отметим, как голландец гасит контратаки. Не выбрасывается, не рискует, а плассируется и тем самым сбивает темп атакующему футболисту. После своего пикового сезона со вторым местом на золотом мяче, Вирджил из-за травм подздал. Ну а сейчас 32-летний ЦЗ вновь доминатор на всех участках поля, где оказывается. Ван Дейк забил победный и был признан игроком матча, когда взяли единственный в этом сезоне трофей. Финал Кубка Лиги с Челси. Причем полуосновным составом. Капитанская повязка, доставшаяся от Хендерсона, Вирджилу определенно идет. Вильям Салиба представляет самую надежную оборону в Лиге. У Арсенала меньше всего пропущенных голов и лучший результат в АПЛ по допущенному XG. Француз – ведущий и незаменимый ЦЗ. Он стал первым игроком Арсенала в истории, отыгравшим чемпионат буквально от звонка до звонка. Все игры в старте и все без замен. В Лиге чемпионов единственная замена. Какое же здоровье у парня. Француз – дерзкий защитник. Артетто прямым текстом говорит, что очень ценит футболистах смелость. В каком-то смысле Салиба – это анти-Ван Дейк. Вильям часто выбрасывается из линии, активно прессингует. Кроме того, хорошо играет в пас, важен для начала атак. Ну ок, в последнем похож на Ван Дейка. Салиба с Габриалом круты как связка, отлично друг друга дополняют. Бразилец читает игру, чтобы сохранить опцию подстраховки, а Салиба читает игру во многом для того, чтобы понять, когда лучше выскочить из линии. Дашам, похоже, склоняется к тому, чтобы сделать Салиба основным защитником Франции на Евро. А вот 31-летний Рюдигер провел без привлечения в великий сезон. Был лидером обороны Реала, где, кроме него, с крепким здоровьем никого не осталось. Количество использованных анчелотти-сочетаний в центре защиты стало мемом. Оказывается, можно побеждать и со столь серьезными кадровыми проблемами. Если у тебя есть такой Рюдигер. Антонио Крут в разных аспектах. Непроходимый, жесткий, бескомпромиссный в единоборствах. Это что касается, собственно, футбола. А с другой стороны, подавляющий соперников психологически. Такой плохой парень, каким был раньше в Реале Пепе. Рюдигер ведет себя мерзко, выводит соперников из равновесия. Рядом с ним не то что вести мяч, даже просто находиться на поле некомфортно. Буквально съедает психологически нападающих. Трэш-ток, провокации как вербальные, так и невербальные. Это дестабилизирует соперника и приносит пользу Реалу. В этом проявляется лидерство Рюдигера. Помните, как он на радостях от победы стал трясти анчелотти? Если он собственным тренером такой сумасшедший, такой брутальный, то чего же от него ждать форвардам, против которых он играет? Жесть. Дальше два крутейших креативщика середины поля, на которых строится игра их команд. Это лидер Атлетика Антон Гризман и воскресший в Бетисе, правда в конце сезона тяжело травмировавшийся, Иска. Начнем со второго. Это была очень красивая история возвращения в топ-футбол. Иска показал, что никогда не поздно обрести новую мотивацию, начать больше бегать и набрать сумасшедшую форму. Бетис предусмотрительно заключил контракт с 31-летним полузащитником всего лишь на один сезон. Велик был риск, что экс-футболист Реала уже не заиграет. А в итоге в качестве свободного агента Сивильский клуб получил лидера. В 19 из 29 своих матчей Ла Лидии Иска признавался лучшим игроком. На нем вся игра команды. Ветеран, которого раньше упрекали в Лене, теперь сверхмобилен, влияет на каждую фазу. Через него проходит чуть ли не каждое владение. Иска много бьет, обводит, с удовольствием играет один в один. Номер три по успешным обводкам в Ла Лиге. У него много тонких решений, неочевидных для соперника. Благодаря этому от Иска постоянно исходит острота. Номер один в чемпионате по предударным действиям. В декабре Бетис продлил контракт с игроком сразу на три сезона. Как же жаль, что Иска из-за травмы не поедет на Евро. А тренер сборной намекал, что готов его взять. Здоровье ветерану. Теперь по Гризману. Мы и так знали, что он супер-универсал и супер-креативщик. Сейчас лишний раз в этом убедились. В нынешнем сезоне Атлетик играл в разных схемах. Семен применял француза на разных позициях. В центре нападения, в оттяжке, еще глубже в центре поля. И везде Антон проявлял себя очень круто. У 33-летнего Гризмана нет слабых мест. Не выключен без мяча, отрабатывает в защите, отлично пасует и продвигает мяч на видении. Бьет. И с мячом, и без мяча одинаково и разнообразно хорош. Иногда был в позиционных атаках соперников ближе к своим воротам, чем центральные защитники. Но мы уже видели нечто подобное на прошлом чемпионате мира. Просто отмечаем снова эту фишку. Атлетика ниже своего уровня отыграл в этом сезоне в обороне. Снова не феерил облак. Во второй половине сезона Марата стал типичным Маратой. Гризи же был стабилен и суперважен. Без него бы не вошли в зону Лиги Чемпионов. А в нынешней ЛЧ не выиграли бы группу. Пять голов на счету Гризмана на групповом этапе. С шестью мячами в сумме он четвертый бомбардир турнира. И не забываем, что в этом сезоне француз достиг исторической вехи. Он опередил Луиса Араганеса в списке лучших бомбардиров в истории матрасников. Поздравляем. Тиллиан Мбаппе на позиции под номером шесть. С Тейном они завершили сезон с равным показателем голов во всех турнирах по 44. И это при том, что Тиллиан несколько месяцев был не основным. Тренер, зная об уходе звезды, наигрывал связки без него. А когда Тиллиан играл, Энрике не предоставлял Мбаппе оптимальную роль. Номинально Тиллиан в центре нападения выходил чаще, чем на фланге. Понятно, что Мбаппе много перемещается, но стартовая позиция имеет значение. До финала кубка 20 голов у него было в 25 матчах в качестве центрального нападающего. А 11 в 13 матчах, когда начинал на позиции левого вингера. 8 в 6 поединках, когда играл по сути левого полузащитника. Ну и атакующим хавом его в двух матчах использовали. Забил три гола. Как мы видим, Мбаппе провел сезон без потери результативности, куда бы тренер его не ставил. Это суперстабильность. Хотя мы знаем, что сам Тиллиан предпочитает стартовать с позиции левого вингера, но подстроился. Энрике, можно сказать, оказал услугу Анчелотти, наиграв Мбаппе перед трансфером в центре нападения. Теперь папе Карло ничего не надо придумывать. Просто ставь Тиллиана между Венисиусом и Родриго, и вот она, убийственная атакующая бригада. Мбаппе в своем последнем сезоне за ПСЖ вышел на первое место в историческом списке бомбардиров клуба и показал самую мощную реализацию моментов со времен Монако. Почти шесть голов сейчас перебрал относительно моделей XG. Никуда не делись и другие его превосходные качества. Тиллиан все такой же мега-взрывной, в одиночку решает. У Мбаппе отличное качество удара, классный дриблинг, держит мяч под давлением. Тиллиан — это супероружие в контратакующей игре. Как и у всего ПСЖ, у Мбаппе не получается показать свой лучший футбол именно на поздних стадиях главного Еврокубка. По идее, эта болезнь лечится в реале. С нетерпением ждем 25-летнего Тиллиана в королевском клубе. Двух представителей Арсенала, который вновь всерьез конкурировал с Монсити, берем на пятую строчку. Разумеется, это Мартин Эдегор и Букая Сака. Среди пушкарей много комплиментов заслужил еще и Деклан Райс, но мы про него говорили в лучших трансферах. Посмотрите, если этого еще не сделали. А сейчас про Эдегора. Капитан сыграл важную роль в том, что Арсенал выдал классный сезон. 28 побед в АПЛ у пушкарей, столько же, сколько у Сити. Все решалось в последнем туре. Мартин сделал все от него зависящее, отдав на два гола. Победили, но горожане в параллельном матче тоже не допустили осечки. Норвежский атакующий полузащитник делает на поле все, но не тянет одеяло на себя. Больше нацелен на продвижение мяча. Номер 3 в топ-5 лиг Европы по продвижению через пас и на обострение. Номер 1 в элитных лигах по ожидаемым ассистам. Умный, креативный, у него есть свой ареал обитания. Правый полуфланг. Круто комбинирует там с Уайтом, Сака или Хавердсом. Врывается и пасует в штрафную. Опять же, номер 1 в топ-5 лиг по этому показателю. Проникающая передача фишка Эдегора, статистически лучший в Европе. Пас в разрез. Это в футболе Арсенала, как правило, не ассист, а доставка мяча в опасные зоны. Мартин в тройте лучших в Европе по предударным действиям. Классное чувство, когда видишь, что человек на своем месте нашел свою команду и своего тренера. Это как раз случай 25-летнего норвежца, не заигравшего в свое время в Реале. В этом сезоне Мартин продлил контракт с Арсеналом, назвав клуб ни много ни мало своим домом. Переходим к вингеру по имени Букая. Этот Арсенал, кажется, не может пройти свой жизненный цикл, не выиграв серьезного трофея. Дело времени. А сейчас Сака был тем в составе пушкарей, кто не тушевался и в Лиге чемпионов. 4 плюс 4 у него, включая один из двух голов команды Артетты, в четвертьфинальном противостоянии с Баварией. Сака номер один в составе Арсенала по оценке Хускорт, как в Еврокубке, так и в Национальном чемпионате. В минувшем сезоне АПЛ Букая перешагнул планку в 50 голов, самый молодой в истории клуба, достигший этой отметки, и 50 ассистов за карьеру в стане пушкарей. Сака отдал на спасительный гол в противостоянии Сити в Суперкубке Англии, а потом исправил свою репутацию после матчевого пенальтиста. И это принесло пушкарям единственный трофей в этом сезоне. У воспитанника Арсенала не одна фишка, как у некоторых вингеров, а сочетание качеств. Он классно видит поле и играет в пас. Не диспетчер, но и не просто дриблер с краю. Шире этого, не привязан к флангу, принимает больше всех в Европе продвигающих пасов. Часто смещается в центр, комбинирует, обостряет. Шестой в топ-5 Лиг Европы по ключевым пасам. За счет этого всего в совокупности Сака так важен для перспективного проекта Микеле Артетты. 4. Флориан Вирц 21 год парню, а он уже далеко не открытием. Кажется, мы уже давно его знаем. Сейчас Флориан первый человек в истории Бундеслидия, который оформил хет-трик в чемпионском матче. Кстати, это был первый хет-трик во взрослой карьере игрока. Вирц абсолютно справедливо был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиде. Более того, по ряду метрик его имеет смысл рассматривать в сводной таблице топ-5 Лиг Европы. Это пасы в штрафную, ассисты, проникающие пасы. А в Бундеслиде Вирц статистический чемпион по предголевым действиям. Грубо говоря, креативщик номер один в Германии. Четыре главных футболиста чемпионского байера. Это Джака, Гримальда, Фримпонг и Вирц. Про первых двух мы подробно говорили в топе лучших трансферов сезона. А вот Джереми Фримпонг это мега-взрывной фланговый футболист. За счет этого он много берет на себя, пробрасывает и убегает от защитников. Но и назад тоже взрывается и успевает отрабатывать в защите. При этом он не то чтобы крутой технарь, просто супер-резкий и супер-активный. А Вирц — полная противоположность Фримпонга. Флориан, что называется, светлая голова. Очень тонкий в плане понимания игры. Владеет широким диапазоном пасса. Довести мяч до Флориана значит запустить перспективную комбинацию. Вирц отлично видит продолжение, коридоры для продвигающих передач. Количество правильных решений очень высокое. Если свести характеристику атакующего хава Байера и сборной Германии к максимально короткой формулировке, то получится примерно так. Он играет за счет игрового интеллекта в большей степени, чем за счет скиллов. Хотя и со скиллами все супер. Короче, умница этот Вирц. Тройку открывает Харри Кейн. Поураганил в первом сезоне в Мюнхене, хотя и стал еще более мемным бестрофейником. Но сначала несколько слов про его партнера по атаке Лерой Сане. У немецкого вингера и английского центра форварда получилась отличная связка. К сожалению, Лерой весной стал испытывать проблемы со здоровьем, а после того, как их решил, не успел набрать форму. А так проводил, наверное, лучший сезон в карьере. Даже с пропусками стал лучшим в Бундеслиге по успешным обводкам. А вот у Кейна точно лучший сезон в карьере по голам и по гол плюс пас. Как и предполагалось, если на него будет работать такая машина, как Бавария, он наберет очень много результативных баллов. Если бы не отсутствие трофея в первом сезоне, можно было бы сказать, что Харри уже оправдал рекордный в истории Бундеслиге почти 100-миллионный транскор. 30-летнему англичанину, который до этого играл только в АПЛ, не понадобилось времени на адаптацию. 1 плюс 1 в первом же матче немецкого чемпионата. Во втором туре дубль, в пятом хет-трик. С 15 мячами и 20 баллами по гол плюс пас, после 10 туров Кейн побил сразу несколько рекордов. В следующем матче Харри опять творит историю. 17 голов после 11 игр, такого в Бундеслиге тоже прежде не случалось. В январе Кейн повторил достижения Ливандовского по голам в первой половине сезона. Пять раз Кейн получал приз за лучший гол месяца. В Лиге чемпионов у Харри было 4 гола на групповом этапе и еще 4 он забил в плей-офф. Кейн наряду с Мбаппе лучшие бомбардиры ЛЧ 23-24. И, о чем было сказано в позиции Киллиана, Мбаппе с Кейном завершили сезон с одинаковым количеством мячей во всех турнирах. Харри Кейн умнейший игрок, центральный нападающий, который идет в глубину, помогает продвижению, а потом добегает в центр штрафной, где открывается и бьет. 9 и 10 номер одновременно. Кейн показал отличную реализацию. Впрочем, с этим делом у него всегда был порядок. И чуть ли не лучшую мотивацию из всех игроков Баварии. Оно и понятно с учетом его трофейной ситуации. Золотой бутцу сезона Харри берет с большим отрывом. А вот в погоне за трофеями надо будет попотеть в предстоящие годы. Контракт с Баварией у Кейна до 2027. Второе место здесь Родри и Фил Фоден. Два главных игрока Монсити. Команда, которая опять доминировала, хоть на этот раз и ограничилась лишь одним трофеем. Спасибо Танхагу. Родри — системообразующий футболист команды Гвардиолы. В конце сентября опорник получил трехматчевую дисквалификацию. Сити проиграл все три поединка. В декабре испанец пропустил еще одну игру из-за карточек. Опять потеряли три очка. Очень показательно. Компенсировать отсутствие Дебрёйне Пеп смог, а без Родри — беда. У испанца уже полсотни игр АПЛ подряд без поражений. Длиннее такая серия была только у Соло Кэмпбелла из непобедимого Арсенала. Родри в будущем сезоне имеет все шансы установить новый рекорд. Полозащитник критически важен для управления владением, чтобы команда контролировала игру. Его выбор пасса позволяет задавать темп, замедлять или ускорять. Его тонкие передачи разрезают защиту и создают моменты из ничего. Его выбор позиций после потери позволяет реагировать на контратаки и сбивать их задолго до стадии опасности. Как сказал бывший игрок Сити Пол Диков, он позволяет Фоденам и Бернарду Силовам играть с той степенью свободы, которая раскрывает их лучшие качества. Родри еще и много для опорника забивает, в том числе важные голы. Как в чемпионской игре с Вестхэмом, когда избавил от нервной концовки. Всего 9 мячей у него за сезон и много отдает на гол. 14 ассистов во всех турнирах. Опорник Сити по цифрам лучший в топ-5 лигах по продвижению мяча и по доставке его в финальную треть через пас. А по версии ЦС он самый эффективный футболист в Европе, если брать сумму оборонительных и наступательных метрик. Исследователи взяли 6 показателей и вывели общий индекс. Испанец уверенно опередил другого опорника Джаку и более атакующего Эдегара. А вот среди номинантов на лучшего игрока сезона, по мнению самой АПЛ, Родри не оказалось. И это дико дискредитирует данную версию MVP английского чемпионата. Лучшим в итоге был назван другой представитель Сити Фил Фоден. Тут более-менее понятно. 23-летний воспитанник Сити провел лучший сезон в карьере, показал топовую реализацию, номер 2 в топ-5 лигах по этому показателю. Суммарно под 8 голов из неочевидных позиций подарил своей команде. То есть именно Фил сделал золотую разницу. И чемпионский матч своим дублем к 18-й минуте сделал тоже он. Стал самым молодым игроком в истории с шестью титулами премьер-лиде. 5 плюс 3 у Фодена в Лиде чемпионов, в том числе один мяч в Мадриду, тоже сложный по исполнению гол. Такого удара никто не ожидал. Молодой англичанин пока третий по гол плюс пас в ЛЧ 23-24. И повторил рекорд Джерарда в турнире, забив в каждом из пяти ЛЧ матчей подряд, в которых выходил в стартовом составе. Фил стал в этом сезоне бенефициаром травмы Дебрёйна. Заиграл намного ярче, чем прежде, так как был переведен с фланга в центр. В этой зоне заменил Кевина без потери качества для команды. Стал тем креативщиком, который работает на обострение, а не на сохранение мяча. Мало кому это дозволяется в Сити. Да, Джек? Дебрёйна в Манчестере играет с установкой. Обостряет, даже если это чревато потерей. В отсутствие Кевина, право рисковать автоматически давалось Фодену, когда он выходил в центре. И Фил полностью оправдывал. Много его рискованных действий привели к голам. Когда же Фоден играл в этом сезоне на фланге, он тоже был хорош. Но делал другие вещи. Простреливал, собирал фолы. Сам угрожал воротам меньше. Эксперты ожидаемо котируют Фила на уровне претендентов на золотой мяч. Наконец-то в эпоху шейхов воспитанник Манчестер-Сити, а не кто-то купленный за большие деньги, становится настоящей суперзвездой. И на первом месте две звезды Реала – Венисиус и Джуд Биллингем. Ну и Тони Кроссу, неожиданно объявившему о завершении карьеры, нельзя не отдать должное. Ведь он уходит на пике, будучи в числе главных претендентов на золотой мяч. И на Евро сможет подкрепить свои притязания. Несколько слов о роли, которую Тони играет в этом Реале. Для сливочных он в известной степени незаменим. Плеймейкер, действующий перед собственной обороной, с уникальным длинным пасом. Темп, вектор развития атаки – это все на немцы. Кроме того, Тони, глубоко располагаясь, много обостряет. Одно удовольствие было наблюдать за его игрой в последние месяцы. Поэтому весь футбольный мир загрустил из-за решения Кросса завершить карьеру в 34. Сразу после выступления за сборную на чемпионате Европы. Так что по-быстрому проезжаем тему и переходим к позитиву. К двум лучшим футболистам сезона по версии Мяч Продакшн. Венисиус и Биллингем дико разные, но от них критически зависела результативность Реала. И свои лучшие отрезки они провели не одновременно, а последовательно. Джуд был лучшим в первой половине сезона, а Винни во второй. Таким образом, у сливочных впереди всегда было кому тащить команду. Во многом поэтому у Реала такой сильный сезон. Биллингем пошел по рекордному для звездных новичков Мадрида графику. 5 плюс 1 после первых 5 туров. Приз лучшему игроку месяца. 10 голов в первых 10 матчах это было повторение достижения Криштиану в 2009. А потом Джуд установил такой рекорд. Он первый игрок в истории Реала, который забил за клуб в первой игре чемпионата, Лиге чемпионов и в первом же Классику. Там вообще был дубль, включая победный мяч в компенсированное время. В октябре Биллингем опять дали игрока месяца. Джуд забивал в первых 4 матчах в Лиге чемпионов. Это тоже рекорд для новичков Реала. Головокружительный взлет после трансфера. У парня в 20 лет просто нет слабых мест. И атлет, и удар отличный, и пас, и понимание игры не выключается. Подсказывает партнерам. Ненавидит проигрывать. Ментально гораздо лучше подошел Реалу, чем Дортмундской Боруссии, у которой как раз проблемы с психологией победителя. Как Биллингем зарешал в концовках Л-классика две идеальные иллюстрации его характера. Принес победы, когда у команды далеко не все получалось. Анчелотти видел, что Венисиус после ухода Бензима не мог найти себя. Еще и мешали травмы. Поэтому в первой половине сезона подстроил игру в атаке под Биллингема. И тот всех порвал за счет резких и очень своевременных рывков в штрафную. Тогда играли по схеме 4-4-2 ромб. И это было удобно Джуду. Правда, Реал часто возили на флангах. Восьмерки не успевали смещаться для помощи крайним защитникам. Так что зимой Анчи, в том числе видя, что Венисиус обретает себя, поменял схему. Вот почему во второй половине сезона лидером атаки Реала стал бразилец. Биллингем по-прежнему очень важен, но заметно меньше подключается в атаку. Больше работает на команду и на Венисиуса. В сентябре у бразильца была травма. А в конце октября вообще разрыв мышцы бедра. Но восстановившись, во второй половине Вени набрал сумасшедшую форму. И в удобной для себя схеме часто получал мяч в широкой позиции, начиная с лалом от бровки. И просто подрывал оборонительную линию соперника, как бы ее не заливали бетоном. Вени стал куражиться, временами даже напоминал праймового Рональдиньо. Уничтожил Барсу в финале Суперкубка Испании. Сделал 1 плюс 1 в классика второго круга. Не заметил Кимиха в Лиге Чемпионском полуфинале. Потому что Вени нельзя оставлять один на один с защитником. А обязательно нужен еще один человек для подстраховки. А размен одного на двоих означает, что соперники Реала все время как будто в меньшинстве. Крупнейший в мире новостной сайт, посвященный футболу Goal.com, в мае назвал Венисиуса главным фаворитом на золотой мяч 2024. Беллингем второй, Кросс третий. Вероятность того, что главный индивидуальный приз снова достанется кому-то из мадридского Реала, зашкаливающе высока. Сегодня бонусом два крутых ветерана. 36-летний Анхель Ди Мария и 33-летний Люк Де Йонг. Один решал в составе Бенефики, другой установил личный рекорд по голам в национальных лигах, выиграв чемпионство с PSV. Аргентинец прошлым летом вернулся в Португалию. И в первом же матче гол плюс трофей. В суперкубке победили Порту. Ди Мария по итогам сезона третий ассистент премьеры. Лучший в лиге по предголевым действиям и передачам в штрафную. Второй по принятым продвигающим пасам. Четвертый по рывкам в штрафную с мячом. На счету Анхеля гол прямым ударом с углового в Лиге чемпионов. И 4 плюс 2 в шести матчах Лиги Европы. Контракт с Бенфикой был на год. Сейчас поговаривают, что Ди Марию заберут в Интер Майами к Месси. В любом случае, они с Лео будут в ближайшее время разрывать на Кубке Америки. Что касается Люка Де Йонга, этот центр-форвард не потянул за границей. Но для Эри Дивизии он остается монстром даже в ветеранские годы. На опыте сейчас еще и подыгрывать стал. Не только по голам, но и по ассистам провел лучший сезон в карьере. А всего это третий раз, когда он стал лучшим в Голландии по гол плюс пас. А что он творил в Лиге чемпионской квалификации? 3 плюс 1 капитан Люк набрал в двух поединках третьего круга против Штурма. 2 плюс 1 в квалификационном раунде против Глазго Рейнджерс. Затащил свою команду в основную сетку турнира и там тоже забивал. Севилье, Лансу и Дортмундской Баруси стал лучшим бомбардиром за всю историю ПСВ в Лиге чемпионов. А в этом сезоне голландец поделил первую строчку в списке снайперов ЛЧ с Мбаппе и Кейном, если учитывать квалификацию. Жаль, что в 2023-м решил закончить выступать за сборную. У голландцев нет другого забивного страйкера. Даже в качестве тактической вариации пригодился бы Куману на предстоящем Евро. У нас остался один итоговый ролик по сезону 23-24. Ждем финала Лиги чемпионов и выпускаем его в следующий четверг. Так что подпишитесь, чтобы не пропустить. У нас в Телеграме в пятницу выйдет голосование за лучшего игрока сезона 23-24. Так что заходите, вместе выберем. Ну и прошлые ролики гляньте. Мы подробнее всех подводим итоги сезона. Саня Журавлев, Мяч Продакшн. Пока.